Женя здесь говорила, в каком году мы в 25-м, в 36-м, вот мы сейчас в 32-м, это то съездописателей. Зошенко, как понимаете. Ехал я однажды на велосипеде. У меня довольно хороший велосипед, английская марка Бэрса. Хорошая, славная, современная машина. Жалко, что колеса не все. То есть они все, но они сборные. Одно английское, три ружья, другое немецкое. Дукс, руль украинский. Но ехать можно в сухую погоду, для душевной бодрости, когда жизнь особенно дорога. Я выезжаю. Я вот с собой еду однажды на велосипеде, Каменноостровский проспект, бульвар. Сворачиваю на боковую аллею вдоль бульвара, еду себе. Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая травка, грядка с увядшими цветочками, Желтые листья на дороге, чухонское небо надо мной. Птички щебечут, барона плюет мусором. Серенькая собачка лает у ворот. Я гляжу на эту осеннюю картину, и вдруг сердце у меня смягчается, Мне неохота думать о плохом. Рисуется замечательная жизнь, милые, понимающие люди. Уважение к личности, и мягкость нрава, и любовь к близким, И отсутствие брани и грубости. И вдруг от таких мыслей мне захотелось всех обнять, Захотелось сказать что-нибудь хорошее, Захотелось крикнуть, братцы, главные трудности позади. Скоро мы заживем, как фон бароны. Но вдруг... Три-и! Три-и! Раздается невдалеке. Кто-нибудь проштрафился. Говорю я сам себе. Кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел. Три-и! Три-и! В дальнейшем, вероятно, не будет вот этих свистков, Напоминающих о проступках, штрафах, правонарушениях. Три-и! Невдалеке от меня опять свисток крикит. Грубая брань, наверное, грубно так кричать не будут. То есть кричать будут, наверное. Но не будет этой тяжелой, оскорбительной брани. Кто-то, слышу, бежит позади меня, кричит. Ты чё, сука, удираешь, чёрт твой, двадцать? Остановись, Лёша! За кем-то, думаю, угодится. Думаю, я сам себе бодро еду. Лёшка! Забегай, свалок, слева! Режу с тобой, бежит парнишка. Машет палкой, грозит кулаком. И оборачиваюсь. Седоватый почтенный сторож бежит по дороге. Я говорю, он, хватай его, блядцы, Лёшка, не выпущай из виду. Лёшка прицеливается в меня. Палка его ударяет в колесо велосипеда. Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскакиваю с велосипеда, стою в ожидании. Подвигает сторож. Хрип раздаётся из его груди. Держите его, держите! Человек двадцать доброходов, он начинает хватать меня за руки. Я говорю, братцы, вы что, обалдели? Вы что, с ума спятили? Вместе с этим постаревшим болваном. Сторож, я говорю, как ахну по зубам. Будешь оскорблять при исполнении. Держите его крепче, не упущайте. Собирается толпа. Кто-то спрашивает, а что он сделал? Сторож, у меня пятьдесят три года. А он, сука, прямо загнал меня. Он едет не по той дороге. Он едет по дорожке, по которой на велосипедах проезду нету. И висит, между прочим, вывеска, что на баллонную здесь проезда нету. Это не Узоченко, нет, я думаю. Что там уже узко, там уже нету, ничего не проехать, не пройти. А вон, я ему свищу, он ногами крутит, не понимает, из луны свалился. Хорошо мой помощник сумел остановить его. Левушка протискивается сквозь толпу. Я ему, гадюки, хотел руку перебить. Чтобы он там у нас близкого не подходил бы. Чтобы он ехать не мог. Братцы говорят, я же не знал, что здесь нельзя ехать. Я же не хотел удирать. Сторож, он не хотел удирать. Ведите наглые речи, ведите его в милицию, держите крепче, таки у меня со всегда убегают. Братцы, я штраф заплачу. Я не отказываюсь. Да не вертите мне руки. Кто-то говорит, пусть я приеду документ, возьмите штраф. Что зря волочь в милицию. Сторожу и нескольким добровольцем. Охота волочим и милицию, но под давлением. Остальной пуплики. Сторож страшно ругаясь, берет с меня штраф и с ним с сожалением отпускает вас своя сеть. Я иду со своим велосипедом, покачиваюсь, в глазах шумит. У меня вникают круги и точки. Я приду с развороченной душой. По дороге сгоряча произношу пошлую фразу. Боже мой. Я в пространство говорю, фу. Я выхожу на набережную, сажусь на машину, говорю, ну ладно, чего там подумаешь. Нашелся фон барон. Руки ему не крути. Я тихо еду по набережной, позабывая эту грубоватую сцену. Мне рисуются прелестные сценки из недалекого будущего. Вот, предположим, еду я на велосипеде, с колесами похожими друг на друга, как две капли воды. Я сворачиваю на чудо, заврасчастную на эту аллейку. И вдруг... Чей-то смех раздается. Я вижу, сторож идет в мягкой шляпе. На руках у него цветочек. Незабудка. Идет там осенний тюльпан. Он вертит этим цветочком и говорит, куда же ты заехал, дружок? Что ты с дуру не туда снился? Эки ты, милочка, ротузей. А ну валяй обратно, а то я тебя штрафую. Не дам цветка. И тихо смеясь, он подает мне незабудку. И мы, полюбовавшись друг другом, расстаемся. Эта тихая сцена услаждает мое страдание. Я бодро еду на велосипеде. Я верчу ногами. Я говорю себе ничего. Душа не разорвется. Я молод. Я согласен сколько угодно ждать. И так захотелось снова радость и любовь к людям заполнять мое сердце. И захотелось сказать, крикнуть, что они хорошие. Братцы, мы строим новую жизнь. Мы перешагнули, почти перешагнули через советское прошлое, но этого нету за счет. Мы перешагнули через громадные трудности. Так давайте все-таки как-нибудь уважать друг друга. 1933 год. Михаил Зочин.